Вера Васильевна Самсонова Ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения имени Павла Мельникова Сибирского отделения Российской Академии Наук Основное направление научных исследований Мерзлотно-ландшафтное картографирование, инженерная геология, мониторинг и микробиология криолитозоны Член Русского географического общества Кандидат географических наук Дорогие земляки, друзья Дорогие друзья, сегодня у нас достаточно интересная тема, которую можно обозначить так История отчизны и предков в конве жизни и судьбы героя Владимира Лунгинова Все мы обязаны, каждый из вас и я Всем предыдущим поколениям наших предков Тем, что мы живы Тем, что у нас сегодня такое, какое оно есть И Владимир Лунгинов не исключение Вся история, известная на сегодня, начинается очень давно, еще до Петра I Заниматься ею я начала в 2013 году И связано это со столетним юбилеем Якутского отделения Русского географического общества В период, который я обнаружила в специальной книге ученые географа Якутии фотографию Которая гласила, что это мой прадед, отец Петр Бурнашов И когда я начала заниматься, чтобы получить оригинал электронный этой фотографии Оказалось, мне сказали, что это часть большой фотографии Я говорю, вы давайте большую фотографию И вот с этого началась и начала открываться история рода Лунгиновых для меня Потому что долгие годы был разрыв, особенно не распространялись о предках священников в определенное время Церковь была вне государства, это 20-30-е и часть 40-х годов И вот в принципе и вы можете найти о своих предках в архивах нашей республики Очень много сведений Вот начинается известная история Лунгиновых с этой страницы В 1685 году, еще до Петра I, в Москве появилось первое высшее учебное заведение Которое называлось «Славяно-греко-латинская академия» или «Славянские школы» Оно появилось при Богоявленском соборе, за Иконоспаске еще там монастырь есть И это в самом центре Москвы, в двух шагах от Красной площади Вот в этом учебном заведении учился основатель династии Лонгиновых и Логиновых Он был Логинов, камчатских священников Он был сыном новгородского священника, которого звали Михаил Романович После того, как он остался вдов, он ушел иеромонахом в Алдайский и Иверский мужской монастырь Это его отец Петр Логинов учился в этой греко-славянской школе В этой школе учился, например, Михаил Ломоносов, Степан Крашенинников Это первые ученые, которые составили гордость нашей Академии наук и российской науки в целом Петр Михайлович Логинов учился с этими замечательными людьми в одно и то же время В одном и том же учебном заведении В то время в нем учились от 12 до 17 лет В зависимости от того, какое базовое образование было у студента И доучился он до класса синтаксимы В это время он стал сиротой Отец у него умер И в это время набирался отряд Это был 1742 год Второй миссии духовной При второй камчатской экспедиции Ветуса Беринга Под предводительством эта духовная была миссия Архимандрита Исафа Хатунцевского С духовной миссией Исафа Хатунцевского Они выехали на Камчатку в 1742 году Прибыли на Камчатку только в 1745 году Ну конечно весь путь не занимал столько времени Сколько вот сейчас озвучено Просто по дороге они ехали не просто так Они занимались миссионерской деятельностью То есть крестили коренное население Сибири В том числе от Иркутска до Якутска А дальше путь был от Якутска до Охотска Почему они поехали туда на Камчатку? Дело в том, что Витус Беринг Капитан Чириков Известный ныне ученый А тогда адъюнкт русской академии Штеллер или Стеллер Они в это время, пока экспедиция вторая Камчатская Витуса Беринга находилась на Камчатке Они открыли школы и обучали местное население грамоте Но Витус Беринг писал письма Синод и адмиралтейство Чтобы отправили учителей Потому что мы уедем Офицеры морские уедут с Камчатки И тогда в открытых школах будет некому учить И поэтому были собраны 12 студентов Вместе с духовными лицами и Сафом Хатунцевским Поэтому первый человек Благодаря которому мы с вами собрались сегодня Это был Пётр I Это он отправил и первую, и вторую экспедицию Витуса Беринга на Камчатку И вот первый Логинов, которого звали Пётр Михайлович Он служил в Большерецке учителем Вот так он и был первым учителем штатским И он был учителем даже и остался на Камчатке После того, как миссия архимандрита Хатунцевского Выехала с Камчатки И более того, в 1760 году он совершил второе путешествие через наши земли Через земли Якутии Значит, с Камчатки до Охотска И затем до Иркутска Потому что в Иркутске он был посвящен в сан священника И затем обратно возвращался на Камчатку Но он умер в 1771 году Тем не менее, у него было много сыновей Которые все пошли по духовной линии И одним из сыновей был Пётр Петрович Логинов У которого родился сын, который тоже стал священником Алексей Петрович И у Алексея Петровича интересная судьба Потому что второй великий человек Значит, ну это уже третий, потому что я пропустила Святителя Сафрония, он святой иркутский Который посвящал в сан Петра Михайловича Логинова Так вот, Иннокентий Вениаминов, святитель Ставший потом патриархом в Сея Руси Он посвящал в священнике Алексея Петровича Логинова И он изменил ему фамилию И он стал не Логиновым, а Лонгиновым Поэтому к тому, что вот такая фамилия И представитель оказался здесь у нас, в Якутии Прямое и непосредственное отношение имеют Святитель Иннокентий Вениаминов Более того, у Алексея Петровича Логинова Была интересная родня Ну, двоюродный брат и двоюродная сестра Двоюродный брат был героем Крымской войны 18 века Он награжден был Золотым крестом И характеризовался в литературных произведениях И исторических источниках того времени Как беспредельного героизма человек То есть, получается, Петр Михайлович, который отправился на Камчатку Был бесстрашным человеком, потому что это надо было пересечь всю страну Затем море Значит, в неизведанные совершенно края Где много диких зверей И жить там еще Затем вот беспредельным мужеством отличался его внук Георгий, его звали Иванович Логинов Который был награжден крестом И потом был настоятелем Петропавловского собора Протеереем Камчатским И у него была сестра Ну, тоже двоюродная сестра у Алексея Петровича С очень интереснейшей судьбой Звали ее Ксения Ивановна Логинова Так получилось, что ее взял на воспитание Петр Рекорд, начальник Камчатки Он приехал с молодой женой Детей у них не было И поэтому они взяли воспитанниц себе Я думаю, чтобы для потом капитанов кораблей Были достойно воспитанные жены И обучали их языкам, манерам, наукам и так далее И вот в 1821 году на Камчатку попал английского флота капитан Джон Дандас Кокрейн Он был сыном Пера Англии Братом адмиралов многих Марии Томаса Кокрейна, например Участником наполеоновских войн в Америке И он поспорил у себя там после наполеоновских войн В каком-то пабе, что он и в Америке ходил И Россию все сможет перейти И попасть даже в Америку с другой стороны И условие Пари было, что он не имеет права нанимать транспорт Но может двигаться попутно То есть это первый путешественник автостопом фактически И он был настолько из хорошего, скажем так, семейства Что его принял царь российский Когда он попал в Петербург в начале путешествия Имел беседу с ним Ну и как-то там сказали, чтобы от разбойников Его все-таки как-то хранили Ну, скажем, в субъектах огромного российского государства И вот он отправился и дошел, добрался до Камчатки Там, значит, вхож был в дом Петра Ивановича Рекорда Там познакомился, влюбился на Камчатке В Петропавловске-Камчатском И женился на Ксении Ивановне Логиновой Интересно то, что до этого он совершил путешествие К Северному Ледовитому океану Познакомился до того, как попасть на Камчатку С будущим адмиралом Врангелем И, значит, просил, чтобы его взяли в составе И добраться до конца нашей Евразии До Берингового пролива Но его в состав команды не взяли И вот он там нисколько не потерял Потому что нашел жену на Камчатке С Камчатки они возвратились При этом у него условием пари было не только с запада на восток Но и с севера на юг пересечь нашу страну И он из Иркутска съездил в Кяхту Когда на обратном пути они возвращались Ну и таким образом он в споре победил Потому что он и так с запада на восток пересек И с севера на юг пересек Вот эту вот нашу необъятную страну И вернулся к Синии в Англию А затем они уехали в Южную Америку Там была огромная страна Колумбия Она тогда была империей Сейчас от нее маленькая часть только осталась И вот в этой Колумбии у Кокрейнов были Ну грубо говоря прииски какие-то И там они конечно прожили Не знаю насколько счастливо Но недолго Потому что там путешествуя по делам В Домиакану он ездил Он заразился лихорадкой тропической И умер И Ксения возвратилась в Санкт-Петербург Где жила к этому времени Жена и Петр Иванович Рекорды И в Доме Рекордов на нее обратил внимание Второй лейтенант, но уже нашего флота Это Петр Фёдорович Анжу Он в то же самое время Когда Кокрейн путешествовал на север И какое-то время, почти месяц или более Провел в отряде Врангеля Вот Анжу, будучи его другом И изучая западные части побережья До, скажем, устья Яны Он описывал побережья И в том числе острова Которые мы знаем как новосибирские А часть из них называется Острова сейчас Анжу Его именем Такие связанные с, скажем, родственниками И родными Владимира Есть интересные истории А самое интересное то, что В принципе, я читала очень много анкет Когда занималась боевой частью Владимира Которые есть у нас на сайте Память народа Сейчас очень хороший сайт И вот там были анкеты Они все отвечали на вопросы Был ли ты судим Значит, были ли судимы твои родные И есть ли родственники за границей Так вот, у Владимира были родственники за границей У Лонгиновых, потому что после революции Все семейство Анжу выехали во Францию И они были дворяне Идем дальше У Алексея Петровича Лонгинова уже родился сын Звали его Евстафий Как и все дети духовенства Он имел право обучаться в учреждениях духовного звания Он обучался в духовном училище в Петропавловске-Камчатском Но это училище было заведено благодаря стараниям Петра Ивановича Рекорда То есть опять эта фигура у нас всплывает Благодаря чему он получил образование Но затем в 1845 году это училище стараниями Иннокентия Вениаминова Было переведено на Аляску Остров Ситха Около 10 лет Евстафий Лонгинов уже жил в Северной Америке Он учился в Новоархангельской семинарии До класса богословия До 1854 года В это время началась война Когда французы, англичане Ополчились против нашей страны Эта война имеет название Крымская война И в отличие от ее в европейской части На техокеанском побережье Она была очень удачной для российского флота и государства То есть здесь были удачные военные действия В самом Петропавловске-Камчатском И в это время было открыто устье Амура И создан там был порт Николаевск В котором и укрылись люди Которые были эвакуированы из порта Который назывался Петропавловск А сейчас называется Петропавловск-Камчатский В общем, в это время, когда была сложная обстановка Евстафий Алексеевич Лонгинов Был отправлен причетником То есть человеком, который крестит Отпевает, брачует православных жителей И отправлен он был на Курильские острова Таким образом, он прожил на Курильских островах 3 года Вот скромный псаломщик впоследствии Оказался вот с такой богатой, интересной географией и историей И как раз он был на всех островах Начиная от южных до северного острова Шумшу Близкого Камчатки Везде были поселения российско-американской компании Кроме этого, он после уже этой миссии Вернулся в порт, который назывался Аян Аян расположен на берегу Охотского моря Он был создан после порта Охотск И выполнял важнейшую миссию Потому что там не только был расположен гарнизон Склады и так далее российско-американской компании Но и присутствовали корабли российского флота В этот порт, Аян, там построили церковь Стараниями адмирала Завойко И Иннокентия Вениаминова И вот в этой церкви и служил дичком Евстафий Алексеевич Лонгинов Но я смотрела клировые ведомости и архивные документы Там было написано, что здоровье у него было не очень Я думаю, наверное, ревматизм был в связи с сырым климатом И его поэтому перевели в Центральную Якутию В Дюбсинский Улуз Где он и прожил с 1860 года до дня своей смерти До 1887 года И служил в этой церкви в Дюбсинской псаломщиком У него было очень большое образование Хорошая семинария Поэтому летописцем этой церкви В то время, пока жил Евстафий Являлся именно он Не священник церкви, а вот именно Евстафий У Евстафии выжило 5 детей Было больше От первого брака Стефан Лонгинов Фёдор Лонгинов Оба священники Дочь Мария Второй брак оказался недолгим и бездетным И в третьем браке родился Дионисий Отец героя Владимира Лонгинова И моя прабабушка Анна Почему было три брака? Да, им разрешалось три брака Если вовремя родятся, там особые были Если вовремя женятся, да Там особые условия были Потому что в то время священники обязаны были Вместе с причетниками ездить И у нас не было таких населенных пунктов, как сейчас Это в населенном пункте стояла церковь И хорошо, если два дома А все остальные жили По своим аласам И вот для того, чтобы выполнить свою миссию Они должны были Постоянно ездить в дальние расстояния Иногда до тысячи километров В это время вся семья и дети И скот, ну корова как без коровы прожить За ними надо было кому-то ухаживать Поэтому, вот скажем Жена была насущной необходимостью того времени Для того, чтобы твои дети не умерли с голоду И ты сам долгой якутской зимой Поэтому вот три раза женился Евстафий Что касается Дионисия Он учился в духовном училище Якутском духовном училище Затем был псаломщиком и деячком в Дюбсинской церкви Затем был переведен в Тандинскую церковь В Тандинской церкви, когда он был священником Он познакомился и женился на Сусанне Петровне Нифонтовой Она была выпускницей Полный курс окончила Якутского женского епархиального училища Что давало право быть учительницей И была учительницей в Барагонцах В Барагонской церковно-приходской школе Они женились в Хаихситской церкви Там в это время священником был друг Значит, Дионисия Лонгинова И таким образом с 1907 года Вот появилась семья Дионисия Сусанна Петровна Нифонтова Она происходила тоже из духовного звания Ее отец служил во многих церквях Был уроженцем Якут Уроженец кельдямского наслега И последнее его место службы Это Баигенская церковь В Баиге и родилась Сусанна Петровна Интересно то, что у Сусанны Петровны были братья Яков, Александр, Пётр и Зиновий Александр и Зиновий Воевали на русско-японской войне 1905 года Зиновий был героем Мукдена То есть, понимаете, в генах Саккумулированное что-то такое пассионарное Бесстрашие и так далее Более того, вот я еще узнала О судьбе дочери Стефана Лонгинова Это звали ее Августа Она вышла замуж за сына якутского священника Но он кончил Томские университеты Был юристом Так вот, у них был сын Леонид И этот Леонид оказался героем Ханкингола То есть, его семье было отправлено письмо матери Он пропал без вести Что он показал беспримерный героизм В боях на Ханкинголе в 1939 году Конечно, может быть, это связано с тем Что суть духовной жизни Лиц духовных заключалась в том Что это самоотверженный труд И в служении людям Поэтому, пренебрегая своими личными планами Своими, скажем, боязнью за свою жизнь Люди такие отдавали жизнь за родину Из интересных обстоятельств Которые влияли и на Владимира Было то, что Стефан Евстафьевич Лонгинов Был фактически арестован, репрессирован в 1922 году И убит при попытке бегства из ВЧК Тоже из этих отягчающих жизнь Лонгиновых и Владимира обстоятельств Было то, что брат Пётр Петрович Нифонтов В 1930 году, он был священником, также был репрессирован Отец героя Мукдена Винокуров Иннокентий Михайлович В 1939 году также был репрессирован в Новый Иркутске Поэтому вот эти, скажем, потомки священников Которые были репрессированы Своей жизнью и своим подвигом доказали Что все подозрения новой власти В лояльности этих людей были напрасны Потому что вот позавчера я нашла на сайте Память народа Сведения о дочери Зиновия Петровича Нифонтова Ольге Зиновьевне Оказывается, она тоже ушла на войну И там воевала И туда стоила наград за свой боевой путь Поэтому в образе жизни, в воспитании В формировании личности Каких-то нравственных правил и норм Такое воспитание дает больших патриотов отчизни Кроме того, что мы имеем нового О жизни и деятельности предков Владимира Еще интересен и момент Спорный момент о месте его рождения Если вы посмотрите в интернет Есть два варианта Традиционный и тот, который в книге Героя Советского Союза отражен И тот, который значится на сайте Память народа И то, что у него значится в автобиографии Что он родился в Бескёле горного района Относительно первого варианта Есть исторические документы письменные Их несколько Первый – это Евангелие на якутском языке Принадлежавшее священнику Дионисию Ивстафьевичу Лонгинову На первой странице этого Евангелия Написано, что оно принадлежит ему, во-первых А во-вторых, тем же почерком Он записывал места перемещений Когда его назначили священником в 1909 году в Жиганск В 1912 году в Бескёль И в 1919 году, там дата указана везде 1 февраля, что его назначили священником в Танду Обстоятельства исторические того времени Которые сложились в Центральной Якутии И не только в Центральной, но и на Севере Свидетельствуют о следующем Советская власть в нашей республике Была установлена в 1918 году Но существовала она недолго Большевики отступили в Вилюйск А город остался в старом режиме Дореволюционном И весь Колчаковский период Который в Сибири называется В Якутске были сохранены прежние порядки Отменённую церковь восстановили Священников везде назначали В том числе и Дионисия Но только там была очень интересная система В 1917 году в России В центральной её части состоялся Вселенский собор То есть собрались все священники И там были введены новые правила Для православной церкви Которые пытались её вписать В ту революцию, которая февральская произошла То есть демократизация Настигла православную церковь И там были такие правила Что священник не мог Как прежде назначаться в какую-то церковь Прежде чем назначаться Кандидат должен был приехать К своей пастве, то есть приходу И должен был провести Ну как сейчас мы сказали нашим языком Избирательную кампанию И только если в случае Значит приход избирал священника Только в этом случае он назначался В этот приход Поэтому Дионисий должен был поехать В Танду, куда он был назначен И пройти вот такую избирательную комиссию А затем вернуться за семьёй в Бескёль И увезти их туда Дело в том, что в Бескёле У семьи Лонгиновых умерло трое детей Два сына младенца И старшая уже взрослая достаточно Дочь самая старшая Которую звали Акулина Вот такая история Первое, то что есть свидетельство Письменное Дионисии Второе, значит есть дневник Младшей сестры Которая являлась летописцем Семью Дионисия Лонгинова И у Литы Дионисиевны Но она начала его вести В 60-е годы Куда записывала все события Людей, факты интересные Которые в то время были И вот в этом дневнике Есть одна страничка Она называется О братьях На этой страничке написаны Все трое Дети Лонгиновых Которые ушли на фронт Они все трое не вернулись Это старший брат 1910 года рождения Алексей Дионисевич Лонгинов Это Владимир Дионисевич Лонгинов И приемный у них был воспитанный брат То есть воспитанный сын Это Капитонов Илья Семенович Он уроженец горного района был И вот там она написала Место рождения Алексею написала Жиганск Владимиру написала Танда Илье Капитонову написала Горный район Маганинский там наслег Поэтому Есть такое письменное свидетельство Кроме этого учительница Александра Петровна Азарова Которая организовала поиск И обнаружили вот эти пионеры Место захоронения в пшеничниках Владимира Вот она писала Тоже есть рукописный документ В своих заметках Что по словам сестер Владимир родился в Танде И так имеется три документа А вот автобиографию Владимира Можно считать историческим документом Но скорее всего Это исторический документ О сложностях того времени Возможно в чем-то упрекали Дионисия И поэтому Значит скажем На допросах Он мог говорить о том Что они приехали в Танду позже Чем в 19-м году Поэтому мы не знаем Вот этих обстоятельств Будем продолжать дальше искать документы Но пока Из всего контекста Имеющихся документов И обстоятельств Вообще событий Гражданской войны того времени Можно вот сделать Такие выводы Интересен тот факт Что первое место В котором он Значит Скажем воевал Это был город Калинин Ныне Тверь Первая дивизия В которую он попал Это была 375-я Уральская дивизия Она сформировалась на Урале И ее бросили После обучения Как раз В эту операцию По освобождению города Калинина Это была первая успешная операция Советской армии под Москвой И вот Владимир там получил На второй день Освобождения Вот этих боев Он получил ранение И был отправлен В госпиталь Он несколько раз Получал ранение И отправлялся в госпиталь На протяжении Своей военной жизни И вот Вторая дивизия В которую он воевал Это была 206-я дивизия Она освобождала Воронеж И воевала На южном фасе Курской дуги И только уже После этих боев В короткие сроки На протяжении Буквально считанных дней Они совершили бросок Около 100 километров И достигли Днепра Это все маршем Представляете 38 или 40 килограмм Станковой пулемет И так далее В общем Я хотела бы Обратить ваше внимание Что есть сайт Память народа И на этом сайте Вы можете узнать Судьбу своих родственников Которые воевали Либо детали Значит Боевой жизни Владимира Потому что На этом сайте Персонально Расположены данные Но и расположены данные О частях военных И если вы знаете Полк В котором воевал Ваш дед Или продед То там имеются Журналы боевых действий Которые Описывают не только По дням Но и даже По частям В каком населенном Пункте находилось Сколько пролетало Самолетов Сколько было Бомбежек Сколько было Обстрелов Сколько погибло В этот день И какие были Трофеи за этот день Поэтому Значит Вот сейчас У вас Бескрайние возможности Для того Чтобы вы Восстановили Свою собственную историю Я думаю Что практически В каждой семье Есть родственники О которых вы можете Найти Сведения И таким образом Осуществить связь Времен И таким образом Вы можете Вот на таком фронте Историческом Внести свой вклад В историю Отчизны В историю Нашего края В историю Своей семьи Дорогие друзья Я благодарна Вам За исключительное Внимание Значит Вот К жизни И фактам Из жизни Владимира И его Родственников И Надеюсь Что мы еще С вами Поговорим На эту тему Но уже Про другие обстоятельства Всего доброго АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин